Всем привет! Это новости телепроекта Дом 2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Иосиф Аганисян продолжает жаловаться на проблемы в отношениях с Сашей Черно. Он не хочет заниматься волшебством сразу после ссоры, а Саша хочет. Кстати, на днях Иосиф дал интервью, в котором признался, что не видит будущего с Александрой. Молодой человек заявил, что в отличие от него, Саша готова забеременеть и выйти замуж, создав крепкую семью. Аганисян пока не видит своего будущего в паре с Черно, поэтому не хочет делать громких заявлений. Наш герой признался, что если возлюбленная забеременеет, он ни в коем случае не откажется от семьи. Однако загадывать на будущее просто не хочет. Парень прекрасно осознает, что время идет, и волшебство Саши у него регулярное. Поэтому вполне вероятно, в скором времени у них будут общие дети, которых Иосиф пока не хочет. Виталий Малышев пожаловался на Мэри Кулешову. Девушка истрепала ему все нервы, и Виталий даже подумывает над тем, чтобы попросить привезти на Сейшелы успокоительные. Правда, не знает, кому они больше нужны – ему или ей. Возлюбленная бывшего участника Ильи Ябарова потеряла ребенка. Парень поделился. Врач предупреждал, что эмбрион может не прижиться, и выписал специальные препараты. Спустя три недели любимая почувствовала себя плохо. Оказалось, что эмбрион все-таки не прижился. «Моя девушка очень переживает из-за этого, но мы уверены, что еще станем родителями. Задумываемся о свадьбе, но большой праздник выстраивать не хотим. Просто распишемся, а потом улетим отдыхать. Возможно, уже в этом году». Судя по анонсу эфира на 27 июля, зрителям телепроекта предстоит увидеть очередной скандал в паре Захара Соленко и Леры Фрост. На этот раз причиной конфликта стала равнодушие Захара к важной для его отношений дате. По словам Юлии Фременковой, эта парочка уже три месяца вместе. Поэтому Валерия готовилась сделать своему возлюбленному сюрприз. Вот только Соленко высказался насчет этого события не очень культурно, в результате чего довел свою девушку до слез. Лера потребовала, чтобы Захар собрал свои вещи и убирался из их комнаты, раз парню плевать на этот общий праздник. Многие зрители телепроекта должны знать о том, что до прихода на Дом-2 Мария Кахно страдала анорексией. Сегодня девушка опубликовала в социальной сети очередной пост на тему пережитой болезни и дала несколько дельных советов тем, кто сейчас находится в аналогичной ситуации. По словам Маши, несколько лет назад она весила всего 34 килограмма. В поездке на один из музыкальных конкурсов наша героиня потеряла сознание и упала на пол. Только тогда девушка поняла, что дошла до предела, и теперь вопрос стоит только о выживании. Кахно осознала, что в каждую секунду ее жизнь может оборваться, поэтому нужно любить себя. Поправиться после анорексии Марии помогла поездка в Индию, где она пересмотрела свои взгляды на жизнь. Только со временем Маше удалось снова почувствовать вкус еды и вернуться в нынешнее состояние. Знаменитая участница проекта никому не пожелает пережить то, что произошло с ней. Единственное, что девушка осознала, что все поправимо, стоит только полюбить саму себя. Вчера Ольга Рапунцеля Дима Дмитренко вышли в прямой эфир Инстаграма и опровергли слухи о том, что их выгнали с проекта. Их никто не выгонял, они просто ушли на отдых. А все подробности зрителей увидят в эфире. Конфликт с Николаем Должанским на самом деле был, но не драка. Но самое интересное, что в конце эфира Рапунцель намекнула, что они на самом деле все-таки ушли, признавшись, что им хочется идти дальше и развиваться. Она сообщила, что скоро поменяет данные в шапке своей страницы Инстаграм. И теперь рекламодатели могут обращаться к ней напрямую, а не через рекламную службу проекта. Обманывают ли нас в чем-то Рапунцели и как все было на самом деле, узнаем теперь только из эфиров. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok